Есть ли дипломатии конец и есть ли нет других способов? Значит, это современные политики настолько болваны, что не ищут другие пути? Ну, подождите, я же говорю, что эту проблему не болванам. Любой политик не хочет проиграть. Цена поражения высокая. Страны для себя. Такой жанр политики. Проигравших, горе побежденным, да или нет? Горе побежденным. А во-вторых, дипломатия всегда тогда, когда ты понимаешь, что переход к дипломатии, по крайней мере, не даст тебе проиграть. Еще нет такого. Я так вижу. Если Европа сейчас будет принимать решение, она вот сейчас находится на таком между распутьем и ступором. Что делать дальше? Как воевать? Точнее, как принимать участие в войне? Как участвовать в войне? Каким способом? Значит, тогда дипломатия будет отодвигаться. Просто война может превратиться... Ну, смотрите. Израильско-арабские, израильско-палестинские, израильско-хамасско, израильско-иранско-сирийская, Иран-Сирия, Ливан. Война длится аж 1948 года. Ну, во-первых, это не интенсивные боевые действия. Раз. Дальше. Она сопровождает... Ну, это называется длительная война. Или израильские войны. Дипломатия там есть или нет? Есть. А что-то решило до последнего? Нет. Почему? Потому что для арабов и для Израиля эта война носит экзистенциальный характер. Особенно для, вот сейчас, для палестинцев Хамас и для Израиля. Я думаю, да, переговоры ведутся, гуманитарные паузы. На Бринке сколько кругов наматывал. Совершенно верно. Но разрешения конфликта нет. Ближний Восток. А кто сказал, что, может быть, Ближний Восток Европы? Не повторит такой путь. Я называю нашим... Но это Ближний Восток Европы. Дальний Восток Европы это... Там Россия может быть дальше. Там Урал, Сибирь. Кто там дальше? Иран. Или Турция. Вот такое. За Кавказом. Ну, или Южный Кавказ, как сейчас. Знаете, вот о чем речь идет. Я год назад читал репортаж из Дамаска. Зимой. Ну, раз живет там. Да, не так, как было до войны. Война началась в 13-м году, по-моему. Да. Там кафешки открываются, люди сидят. Единственное, что там было замечено, иногда Израиль своими самолетами бомбит сирийскую территорию. Первое. Второе. Не всю территорию Сирии контролирует центральная власть. В Дамаске. Ну, лавицкая элита. Башара. Асада. Асада, да. И один важный очень момент, который мне очень врезался в память. Это было год назад, зимой. Единственное, что нет света и кругом генераторы. От шума генераторов просто голова кругом ходит. Вот и вот. В этом году у нас все нормально было с электриками, да? Но в прошлом году это параллель так как бы веялось. Кстати, я знаю, что вас даже цитировали. Вы в одном из наших эфиров говорили как раз о том, был от зрителя вопрос, будут ли блокауты в этом году. Вы сказали, что нет, это они уже РФ не ставят в этом задачу в нынешних условиях. Меня многие просили проконсультировать. Я говорю, все будет нормально. Сейчас уже это не актуально для них. Они будут по ВПК. Тем более, они тогда не сильно добились. Ну, больших успехов. А во-вторых, Путин ведет войну так против Украины, чтобы она не стала для украинцев, не имела для украинцев экзистенциального характера. Поэтому осторожно ведет. За пределами большей части Украины. Ну, бомбят только по, ну, стараются бить по ВПК. Ну, военно-промышленным объектам, там, портовой инфраструктуре. Вот. Почему? Если они будут бомбить. Найде ковровым обитанием, как когда-то во Второй мировой войне немцы бомбили. Война может стать, опять вернуть себе вот этот отечественный, священный, экзистенциальный характер. Тогда и мобилизация пойдет по-другому. И опять в военкоматах очереди начнут. А зачем? А он специально делал это так, чтобы эта война не была народной со стороны Украины. И удается. В какой-то степени, да, удается. Это тоже как бы грамотно. Вот, видите, если взять Ближний Восток, там война начинает, она носила больше такой прокси-характер. Сейчас-то многие страны непрямую вовлекались. Ну, Леван, допустим, через Хезбелла. А Хезбелла – это проиранская группировка шиитская. Теперь Хамас. Так? Прокси. Или эти хуситы. Тоже прокси. Вот такая история может быть. Европа может втянуться в войну, ну, как бы наполовину. Ну, во-первых, когда немецкие генералы обсуждают, как лучше и без имиджевых потерь использовать Таурусы по отношению к Крымскому мосту и ударам по оперативной территории, в глубине уже Российской Федерации, там не только территорию оккупированной Украины. О чем это говорит? О том, что думают, как уже не просто помочь Украине вооружениями, которых нет, их надо еще создать, их надо произвести. А как помочь, а как вовлечься, но так, чтобы это не выглядело, как вовлечение прямое. Как сделать, как их свитриться, так, воевать против России, чтобы можно было публично отрицать, что вы напрямую участвуете вот в таких операциях. Поэтому начинают думать тогда, как там экипажи этих пусковых установок и прочее. Сделать. Сделать. Куда? Послать. Так? И, или, когда французы говорят, Макрон, смотрите, танки дали, БТРы дали, Цезарь дали, ничего не помогает. А что делать дальше? А что делать дальше? Значит, что было сказано, что делать дальше? Ну, давайте контингент сухопутный. Ну, это не, не, контингент сухопутный не будет. Это будут частичные какие-то вспомогательные части, в крайнем случае. У Европы сегодня ни одной страны, кроме войск НАТО, но войска НАТО, это американские войска. А Кирби позавчера заявил, спикер Белого дома, по военно-стратегическим вопросам, что он заявил? Американских войск не будет на территории Украины, все, железно. Вы хотите, Европа, это ваше дело, вы можете. Но в Европе нет, даже если бы они хотели, нет у них сухопутных контингентов, которые могли бы, ну, хотя бы сравняться с боеспособностью украинских вооруженных сил, ЗСУ. Нет, у них нет такой сухопутной армии. И воевать они так не будут. Они не могут так, не хотят. И не будут, и не могут. Значит, что делать? Здесь надо так, либо разгонять военно-промышленный комплекс. Полтора миллиарда или миллиард двести миллионов, Бреттон заявил, комиссар, что они уже выделили на создание европейской оборонной промышленности. И будут, коллективно это будет, военная промышленность. Понятно, что одна страна не вытянет это все. Для того, чтобы, ну, через год, наверное, выйти на какие-то параметры. Для того, чтобы уже Украине предоставить необходимое там число снарядов. Особенно снарядов. Важно. Это раз. А во-вторых, что еще могут? Французы там, чехи. Ну, понятно, разместить какие-то контингенты в Восточной Европе. Французы – это Румыния. Французы – это Румыния. Молдавский кейс распаковать. Скоро там выборы президентские. Ждите новостей. Ждите новостей. Вчера, по-моему, встречалась Гуцул, это Башкан. Ну, лидер Гагаузи встречалась с Путиным. С Путиным встречалась в Сочи. Гагаузы Приднестровья. Все говорили о Приднестровье, а забыли о Гагаузе. Забыли, да. А все там, как бы, Камран, по-моему, да, столица. Ну, так, как бы, где-то там в стороне. А это ничего подобного. А они… А она же представитель партии Игоря Шора, которая в Молдове, по-моему, запрещена. Это такая оппозиционная самая партия. Боевая. Это, по-моему, Шора, бизнесмен, он муж этой, певицы Жасмин. Это не Додона, этот коммунист. Социалист он или коммунист, с которым… Короче, не будем про них. Так. Бог умер и коммунизм умер. Ну, вот. А это молодые такие, как бы, затятые. Про российские силы. Не просто левые, а про российские силы. Вот она выиграла выборы. Недавно. И вот она уже встречалась. Сначала с Матвиенко. Видимо, Матвиенко прощупала. Как бы, чем дышит. И порекомендовала встретиться уже Путину. Значит, там все. Ждите. Почему? Потому что это западная акватория Черного моря. Это Одесса. Это северное предчерноморье. Вот там можно будет. Так. Дальше. Не будем забывать, что у французов морской флот. Местрали. Помните, что они должны были? Местрали. Строить Россию. Потом отказался Оланд. В 16-м году, по-моему, или 15-м. Да, отказ был в 16-м году. Они должны были поставить по контрактам вот эти авианосцы Местраль. По-моему, да. Вот у них есть. Средиземноморье. Так. Значит, через Румын могут как-то и в Черное море тоже. Не будем забывать, что Одесса – это любимый город. Французы… Одесса – это же как бы строился под Париж немножко. Архитектура. Особенно вот во второй половине 19-го столетия. В начале 20-го столетия. Французский бульвар. Французы же оккупировали Одессу в 18-м году. Сейчас французский бульвар называется. А в советское время в Одессе, знаете, какое название носил? Пролетарский бульвар. А сейчас французский. Поэтому здесь война может приобрести, знаете, вот другой характер. Еще раз говорю. Воевать напрямую военным контингентом в Европе нет сегодня возможностей. Надо вооружить. Надо отмобилизовать. Надо подготовить. Нет. Это вам не эти, как его, силы спецопераций, намазали лицо, показали тренировку, ну там, ху-ху, как в кунг-фу там, или как там, Брюс Ли, или там Чак Норрис. Нет. Типичная пехота, штурмовики. Под бомбами, под фабами. Полевая хирургия. Полевая хирургия. Когда надо вовремя ампутировать что-то, не дай бог, конечно. Такое на такое они не подпишутся никогда. Ну вот, втянуть, держать, не дать, не дать Украине проиграть, держать линию фронта, ну где-то же она остановится. По крайней мере, должна остановиться. Держать и, уже создав военно-промышленный комплекс, втянуть Россию в длительную войну, длительную, на десятилетие войну, по модели арабо-израильских войн, на истощение, это можно. Вас как раз и спрашивали. Сейчас, на данном этапе, вот эта модель на истощение, я думаю, что в пределе год-два, она России выгодна. То есть Россия тут как бы, как смотрит. Я уже где-то говорил об этом, что их, вот их оккупация ими сухопутного коридора Азовского моря и Крыма, и Донбасса, это израильские голландские высоты, которых Израиль отжал у Сирии в первой войне, израильско-сирийской войне, по-моему, 1948 года. Почему? Это стратегические высоты голландские, так называемые. Они считаются оккупированы по резолюции ООН и так далее. Но они уже десятилетиями под контролем Израиля. Почему? Потому что это стратегически важная рубеж или высота, высоты для Израиля. Потому что с голландских высот, сирийской части, с севера, Израиль просматривается как на ладонь, его можно буквально там. Территория небольшая. Территория-то Израиля небольшая. Могу ошибиться, надо в гугле. По-моему, 22 тысячи километров всего лишь. Так, ну, во всяком случае, маленькая территория. По меркам, нашим меркам, так сказать, не говорю же там пророссийским. Поэтому Израиль, оккупировав голландские высоты, постоянно что делает? Сирию там регулярно бомбит сирийские военные объекты. Иногда, кстати говоря, и аэропорт Дамаска. Несмотря на то, ПВО же не всегда все сбивает. Что это и так далее? Это не дает стране жить нормально. Дамаску. Ну, Сирии. Она находится де-факто в состоянии войны. Но сегодня же войны никто не объявляет де юре. Такая ситуация ни войны, ни мира, но армия не распускается. Это не тот вариант Троцкого. Ни войны, ни мира, а армию распустить. Кстати, интересно, 5 марта, по-моему, или 2 марта, годовщина Брестского мира в 1918 году. Тоже как бы интересная тема. Так вот, что России важно? Я говорил уже неоднократно. Сейчас хочу эту мысль еще раз переформулировать. Может, тогда, ранее, а не до конца ее сформулировал. Путин ведет войну не за территорию. Он ведет войну за пространство. Пространство и территория могут не совпадать, между прочим. За какое пространство он ведет войну? Он ведет войну за то, чтобы Украина не вошла в евроатлантическое пространство. НАТО, прежде всего, это против атлантического пространства, которое расширялось с границами России. Ну, НАТО, расширение НАТО на восток. Европейский Союз так, сюда, туда, сюда. Так, ну, понятно, что сейчас Европейский Союз становится милитарной организацией. Европейский Союз создавался раньше для чего? Чтобы предотвратить войну между Германией и Францией. А сейчас Европейский Союз будет перепрофилироваться, переформатироваться. Для того, чтобы вести войну, неважно в каком варианте. Я не говорю, что такая война в силе тотальной войны, там Первый мировой, Второй мировой, против России. Поэтому, я так понимаю, в своих высказываниях Путин столько говорит о НАТО и ни разу не был против вступления Украины в Европейский Союз. Там Европейский Союз, пожалуйста, идите в Европейский Союз. Сейчас не знаю как. Ситуация поменялась по многим параметрам. Вот. К чему это? Главная задача, а не допустить расширение атлантического пространства границам России, расширение НАТО на восток, именно с территории Украины. И задача его, чтобы это было зафиксировано окончательно по результатам войны, в качестве результата войны. Дипломатическом, неважно в каком, но результат войны. То есть, все это означает, Украина вне блока, страна нейтральная, вне НАТО, нет военных баз на территорию Украины. Военных баз НАТО на территорию Украины. Вот это. Поэтому, когда говорят, что сейчас Путина можно соблазнить корейским сценарием, что он берет эти территории в обмен на то, что Украина сохраняется, вот в нынешнем формате, и идет НАТО, Европейское Союз, все. Ему это не надо. Ему не нужны территории, ему нужно пространство. В 22-м году, и мы с вами тут говорили, в ноябре месяце, когда? Они ушли из Херсона. Я тогда еще ссылался и на Марка Милли, и на Эдварда Лютвака. Я говорил, что самый лучший момент сейчас для корейской ничьи. Потому что тогда они не наступали, они отступали. Вот это, кстати, видимо, вам сейчас, так сказать, упрекают. Вадим Карасев говорил, что война закончилась, и вопрос только в том, как ее финализировать, а что же изменилось? А вот изменилось то, что Европа сюда, не Америка уходит, казалось бы, она уходит, так? А во-вторых, сейчас Россия наступает, а в 22-м году можно было это финализировать. Кстати говоря, финал может быть и тоже, не знаю, какой он может быть, финал, может быть в этом году. Во-вторых, вещь войны непредсказуемая. Скажите мне, кто, кто из военных экспертов мировым именем сказал, что война закончится только шаманы? Я когда-то говорю с одним человеком, он говорит, а когда война закончится? Я говорю, я не знаю, какой дат. Он говорит, а шаман где-то, астролог сказал, 5 марта 23-го года. Говорю, вот шаман какой, а? Или там астролог. Шарлатан. А шарлатан или астролог, да. Поэтому да, финализация может длиться долго. Я говорил об активных боевых действиях, о сухопутной больших военных операциях. А вот в сирийском варианте, арабско-сирийском варианте, оно может длиться долго. Я говорил о том, чтобы мирная жизнь наступила в стране. Государство может вести войну на периметре десятилетиями, но нету внутри войны, нету, внутри государства нет войны. То есть нет военного положения, работает экономика, работают политические институты и так далее. Это может быть и в этом году. К лету даже может быть. Это все сделано. Но война на периметре, это совсем другое дело. Я еще раз, один момент. Поэтому, задача Путина, еще раз говорю, это зафиксировать надо. Это война за пространство, а не за территорию. Так? Поэтому, если мы хотим закончить войну, мы можем как бы быстро согласиться на это. Если кто-то захочет, если кто-то возьмет из себя в Украине ответственность, закончить войну. Отказ от НАТО, пожалуйста. Кто-нибудь публично откажется из политики? Все, на этом все. Не территория же нужна. Потому что такую территорию удержать, вот это надо завоевать. Надо. Нету сил на завоевание такой большой территории у России. Это надо еще новую мобилизацию проводить. Это еще куча танков и так далее. Ну, ребят, это несерьезно. А вот нажать, давить, истощать, для того, чтобы было согласие в той же Европе, Америке и Украине, прежде всего, на внеблоковый статус нейтральный и на окончание, окончательное окончание активных военных действий, боевых, ну, это может быть. На это что говорит? Это должны политики решать. Политики, я не знаю, там, референдумом или там, какими-то другими вещами. Так вот, Путин, он добился в какой-то степени. Чего? Потому что, смотрите, как Израиль регулярно обстреливает Сирию, Сирия тоже отвечает, там, дронами, так и он. Россия регулярно обстреливает по военно-промышленным, портовым, инфраструктурным объектам Украины. Дальше, будет ли сейчас базы НАТО и какие-то большие, ну, скажем так, ударные, противоракеты, ударные, боевые, ударные, ударное оружие, которое бы стояло на территории Украины и угрожало России? Пока нет. Ну, да, есть ракеты, есть дроны, есть там беспилотники, есть морские дроны. Но пока этого, ну, такого нет. Будет ли сейчас Америка, как они планировали до войны, строить новый позиционный район противоракетной обороны на территории Украины? Неважно, Украина в НАТО или НАТО в Украину. Они же даже тогда придумали термин. Но если Россия против вступления Украины в НАТО, пусть НАТО идет в Украину. Не Украина в НАТО, а НАТО в Украину. Сегодня тоже НАТОвских войск не будет, сказал Кирмин. И все. Значит, в какой-то степени он добивается вот этого. Но, с другой стороны, с другой стороны, это еще не финал, потому что это должно быть зафиксировано в каких-то дипломатических вещах. Еще раз говорю. Видимо, не знаю, надо подумать, видимо, такие войны, которые идут сейчас и могут длиться, они не закончатся каким-то окончательным мирным договором. Я смотрю на Азербайджан, на Армению, так? И, видите, там до конца таки война не идет, активных боевых действий не идет. Но и спор не разрешен. И спор не разрешен. Нет, по Карабаху он как бы разрешен. Но остальные по Зангизурский коридор, проблема нахичевания, остается другая. И внутренняя ситуация тоже становится нестабильной. Вот, допустим, тоже Армения. Но возображение не так, там политическая система немножко другая. Поэтому вот история так выглядит на сегодняшний день. И надо это зафиксировать. А, еще один момент. Поэтому у нас сейчас корейская ничья, Путину нет. Он наступает, ему надо пространство, Еще раз говорю, не территория, а пространство. И еще один важный момент. Это уже касается Байдена и Трампа. Почему? На мой взгляд, и мне кажется, тут я прав, Путин много говорил о том, что ему больше Байден выгоден сейчас, для того, чтобы договориться, чем Трамп. Трамп обещал закончить войну за 24 часа. Что может сделать Трамп? Или, тогда скажем, учредить. Сказать, все, война заканчивается. Вот по линии фронта заканчивается. Вот нынешний линии фронта. И кто его послушает? А, тогда выбор будет у России. Байден же не все дает. Байден дал, а такамся. Нет. Байден не все дает. Задача Байдена была не вовлекаться в войну, не дать Украине проиграть. Но задача уничтожить Россию не была. То есть, правильно я понимаю, что Путин в то время, он может поверить тем версиям, что Трамп пообещает Украине все? Нет. Он скажет, Украине я помощь прекращаю. Соглашайтесь на нынешнюю линию фронта. Это ваша теперь новая граница. Все равно там же живут русские люди, скажем, в Донбассе или в Крыму. Я, собственно, и президент наш говорил, что в Донбассе живут люди, которые 10 лет воюют. Очень против Украины и мотивирована причем. А Россия пусть соглашается. Потому что, если не согласится, мы кратно увеличим помощь Украине. Вот такое принуждение к корейской ничьи. И как вы думаете, это выгодно Путину? С учетом того, что я сказал, что ему главное пространство, а не может быть выгодно только в одном случае. Если в договоре будет написано, что Украина вне НАТО, вне Атлантического пространства, что она демилитаризирована, ну и так далее, и так далее. Что у него там небольшая сухопутная армия, Черное море демилитаризировано, и так далее. Может такое быть. А если нет? Путину не выгодно. Главное, что Украине не выгодно. Ну, по крайней мере, нынешней власти может отказаться от территории. Любой власть. Знаете, вот что может Трамп учудить? Поэтому тут тоже, когда в России слишком ждут Трампа, что вот он придет там и как бы сделает так, как, что он с Путиным там договорился, это еще, ну, как там... Вилами по воде, Вилами по воде, бабка на двое сказала и прочее. Такие могут быть кульбиты. Трамповские кульбиты. Спрашивают вас как раз о разрешении этого вопроса. Так, обращаются к вам. Вадим, скажите, могут ли быть в этом году... И видите ли вы в этом году серьезные переговоры по завершению войны? Все вижу. Все может быть. Все может быть. И внутри политические изменения могут быть у нас. Так. Все много зависеть будет от того, как на линии фронта. Готова ли где-то после 17 марта Россия на большую общевойковую наступательную операцию? Они готовятся вроде сейчас. Так. Вот. Посмотрим. Но пока, видите, большого наступления нет. Вот. Это потому, что у них нет сил или потому, что это тактический маневр. Ну, сколько я вижу, что они вывели все ударные, штурмовые свои группировки, которые брали Авдеевку на отдых, на пополнение, там, на лечение. Вот. Так что все. Может и в этом году. Еще раз говорю. Если раскачается раскачается западный или европейский ВПК, и если наша задача сохранить военную группировку, сухопутную армию, провести мобилизацию, для того, чтобы оружие пришло в руки. Если французы там или немцы воевать не будут, а они не будут воевать. Контингентами большими. Не вспомогательными, а большими. Так. Значит, да, мы должны сохранить людей, а не потому что есть ограничения по мобресурсу у нас. Значит, тогда России трудно будет на десятилетия. Если Европа перейдет на военные рельсы, создаст новую военную промышленность, то Россия будет немножко не так, как сейчас, мягко говоря. Поэтому, думаю, они будут стараться завершить. Даже, может, с учетом того, что я сказал о Трампе, а, скорее всего, он будет президентом США, значит, надо в этом году завершить. много будет зависеть. Вот сейчас чехи, французы с трудом где-то шарили, как говорится, по запасам, по карманам нашли. Сколько там, 500 тысяч снарядов, но это же мало. Хватит ли вот на эти вот... Вот сейчас, допустим, пару месяцев, так это решающе. Потом, если не будет какого-то ослабления военного давления, значит, там может быть ядерный попугай. Но это Карибский кризис, два только европейский. Тогда может быть договор. Короче, сейчас вот так. Силы истощаются. Раз. Либо надо продержаться несколько месяцев для того, чтобы выйти на новые показатели военно-промышленного комплекса, оружия и прочее, Европа. Либо надо, несмотря на воинственное заявление, потихоньку, потихоньку как-то этот вопрос переводить в дипломатическую. Сейчас вот борются, я думаю, две такие. Кстати, ну и внутри Европы там ситуация тоже не очень. Ну как трамписты придут, они же в Америке значит трамписты будут где-то и в Европе. Там Лепенша, тут вам альтернатива для Германии или там Сара Вагенкнехт, которая, ну новая левая или как там блок Сары Вагенкнехт в Германии набирает силы, могут прийти к власти. Да и видите, Шольц готовится к выборам на миротворческой скажем так позиции социал-демократической партии Германии. Так что повторю то, что говорю. Активные, большие, огневая война, военные действия больших армий в таком режиме, она подходит к концу. В этом смысле война, большая война сухопутных армий, она закончена. Вопрос другой, как она будет завершена и в какую форму превратиться. Либо в длительную форму ни войны, ни мира, это конфликт низкой и средней интенсивности, без мирных договоров или мирные договора разного рода, какие-то такие ступени, как там, решение арабо-израильской. Арабо-израильские войны начались черт знает когда. И только сейчас подходили к аврамическим соглашениям между Саудовской Аравией и Израилем, которую сорвали кто? Хамас сорвал. Так, видите, сколько лет подходило к тому, чтобы полностью разрешить этот вопрос. А знаете, почему он не разрешался этот вопрос долго? А потому, что это было создание государств с неустойчивыми границами, с проблемами безопасности, с религиозным фактором, с цивилизационными факторами, причем во множестве, там шииты, суниты, Иран, персы, шииты и арабы, Саудовская Аравия, так, плюс Израиль, плюс палестинский вопрос, Египет, Сирия, Ливан, войны шли, ну, и, кстати говоря, американцы часто потом выходили из войны, потом возвращались, передавали там другим, такой лидер из-за кулис, из-за кулис. Или, или на такую длительную ни войны, ни мира, либо, вот, какой-то новой системой европейской, но уже у Путина не европейская безопасность звучит, а евразийская безопасность, потому что тут уже Китай, то есть, тут какой вопрос, пойдут ли стороны на эскалацию, потому что тогда должен кто-то проиграть, или Европа без Америки проиграет, либо Россия, тогда, если Европа проиграет, Россия и Китай банкуют в Европе, если нет, тогда наоборот, Европа повышает свои ставки, уже не экономические, не экономические, а геополитические ставки. Вы, кстати, это уже, я думаю, заключительный будет вопрос, спрашивают, с чем вы связываете уход Нуланд, видите ли в этом какую-то глубину? Ну, что там глубина, ну, какая, ну, ходит, потому что, она же хотела быть первым замом у Блинкина, а туда назначен другой товарищ, я не помню фамилию, Абрам, по-моему, он-то специалист по Китаю, и этим все сказано, поэтому Нуланд символизирует, уход Нуланд символизирует, часто фигуры символизируют ход игры или окончание игры, в данном случае американской игры, вместе с уходом Нуланд на заслуженный отдых из Госдепа уходит Америка из Европы, в том числе из Украинского театра военных действий. Но еще раз говорю, вопрос для Европы сейчас остается какой? Либо вместе с Америкой выходить из войны, либо брать на себя эту функцию военного лидерства вместо американского лидерства, военного лидерства на Украинском театре военных действий. Просто надо научиться вот что думать, как. Раньше у нас и политики все, вот Вашингтонский или Московский обком, или Вашингтонский обком. Теперь это не будет этого. Это не наша проблема. Не наша проблема. Это проблема Берлина, Лондона, Парижа. Вот и все. Может быть. Но не факт, что будет. Вот сейчас, вот на кону, вот почему мы сегодня, ну, о Европе говорим больше. Сможет ли Европа заменить Америку? В Европе и в том числе, учитывая, что для нас это актуально, в Украине. Сможет ли она заменить Америку? Сможет ли она жить без вот этого покровителя, зонтика? Вот отсюда и нервы, отсюда и заявления, отсюда вот эти все, как бы метания, там, Макрона, Швольца, немецких генералов и прочее. Что делать? Что делать? Как делать? Ну, пока ищут полиативное решение. Еще раз говорю. Делаем военную промышленность. Аж 1-2 миллиарда евро на расходы для создания военной промышленности. Что дальше? Будем воевать в России, в Украине? Нет, не будем воевать. А что делать? А надо как-то, ну, значит, какие-то будем водить там, минеров посылать сюда или инструкторов. Решение? Нет, не решение. Это полиативное решение. Поэтому все зависит сегодня. Это тес на сегодняшний период. Даже тут уже не про Украину, а про Европу. Стресс такой тес на то, способна ли Европа быть Европой. Вообще, если Америка все-таки, решив свои задачи по экономическому и энергетическому контролю над Европой, передает ей какие-то инструменты внешнеполитического воздействия на хотя бы саму Европу, на всю континентальную Европу. Вообще, как бы, как там, есть ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь после Америки у Европы? Вот это все. Это очень важный момент, потому что Европа была сильной до Америки. После Второй мировой войны, когда Америка вернулась, Европа была сильной под Америкой и теперь третий стресс-тест или третий период. А сможет ли быть Европа сильной, процветающей, могучей, геополитически значимой после Америки? До Америки мы знаем, какой она была. Сплошные войны, но это были империи, колониальные империи, французская, британская, Германия, субгегемон, гегемония Британии. Но окончательно сдулась Европа в 56-м году, когда пала французская и британская империя во время Суэцкого кризиса. Вот сейчас Европа переживает что-то такое, что напоминает Суэц 56-го года. Только теперь ставки намного выше, уже тогда Америка была. Зонтик американский. А сейчас Европа должна решить, сможет ли она сама принять вот это бремя, лидерство у американцев. Вот это как бы серьезный вопрос, это, кстати говоря, и мы должны тоже над этим думать. Ну, наше внешнеполитическое ведомство, политическое руководство. Все. Времена золотого века, когда тут один тебе покровитель, он все решит, или с востока Россия нам все, а сдаст бесплатно там по скидке и тоже нам решит какие-то вопросы. Такого не будет уже. учитесь жить по-взрослому. Все. Детский период закончился. И даже юношеский закончился. Пора жить по-взрослому. Редактор субтитров Корректор А.